Ас-саляму алейкум, ва рахматуллахи ва баракату, с вами Уммалик, и мы продолжаем с вами изучение арабского языка. Пророк, салалулаху алейкум ассалям, сказал, указавшему на благое, полагается такая же награда, как и совершившему его. Поэтому прошу подписываться, распространять благие знания и делиться с другими. Мы переходим с вами к следующему уроку, это у нас Аль-Мауду-Ра-Бер, то есть это четвертая тема в первом разделе. И здесь тема называется Харфу-Ра, ну и слова, которые встречаются, связаны с буквой Ра. Буква Ра, помним, это буква, которая не соединяется с последующей буквой. Аль-Келимет у Джадида, который здесь предлагает, это Ра-Саме, рисовать, и Руфу-Уф, множественное число от слова Ра-Ф, полки. То есть Ра-Ф это полка, Руфу-Уф полки. И мы сегодня разберем с вами первую часть, которая состоит из двух слов и двух предложений. Да, Аль-Ф у нас первое слово, это слово Ра-Ф, да, или Ра-Фи, это полка. Вот мы видим на картинке полка, на которой лежит газета. Второе слово это Еш-Ра-Бу. От глагола Ша-Ри-Ба пить. Еш-Ра-Бу, он пьет. В первом слове мы видим Ра, так как пришла первая, и после нее буква, как бы она не соединяется с последующей буквой, значит она пишется в такой же позиции, как и в отдельности. А в конце слово, или вернее во втором примере она пришла в середине слова, так как с предыдущей буквой Щин она соединилась, соединительная линия есть, а с последующей буквой не соединяется. Поэтому мы видим, вот она пишется таким образом. Еш-Ра-Бу. Здесь у нас два предложения, я сразу как бы два их хочу задействовать, для того, чтобы еще какие-то грамматические моменты вам объяснить. Первое предложение. Ас-Сухофу аля рофи л-мактабати. Ас-Сухофу, да, ас-Сухофу у нас было это газеты. Аля на рофи полке, да, то есть полка. Да, вот у нас это слово. Аль-мактабати. Библиотеки. На полке, библиотеке, ну или можно сказать книжного шкафа, да, книжный шкаф, библиотека в таком маленьком формате. Да, мы говорим иногда, у меня дома библиотека, там книг. Это может быть там пару книг, небольшая библиотека, да, то есть несколько книг, собрание книг. То есть газеты на книжной полке, да, на книжной полке или на полке книжного шкафа. Это предложение, оно у нас начинается с существительной, да, газеты. И обратим пока на это внимание. Второе предложение. Еш-рабу, это он пьет в настоящее время. Здесь глагол настоящего времени. Иншала, в скором будущем я вам объясню, как строится глагол настоящего времени. То есть мы знакомились уже с глаголами прошедшего времени, с их спряжением. И здесь предложение. Еш-рабу халиду ниль асыра. Еш-рабу, то есть пьет халидун. Халид – это имя мужское, да, то есть халид пьет или пьет халид. Аль-асыр – это сок. И мы видим, что он пьет, да, то есть действие падает на предмет. Аль-асыра, то есть пьет сок. Еш-рабу халиду ниль асыра. Если будем обращать внимание именно на правила чтения, вот в этом предложении, да, потому что это начальный, как бы, курс, поэтому хочется максимально какие-то акценты сделать на том, как пишется, как читается, да, чтобы потом, когда вы уже будете больше знать каких-то моментов, грамматических, уже такие элементарные вещи вам были знакомы. Здесь мы видим халидун – это танвин. И следующее слово начинается с артиклем. Мы помним, что гамзатальосы вначале не читается, а читается следующая буква, то есть буква лям. Получается халидун и ль-асыра. В предыдущем уроке, по-моему, или перед предыдущим, да, то есть два урока назад, я вам тоже похожий пример там говорила. И в случае, когда у нас, получается, танвин и там нун сякина, и лям сякина здесь встречаются, арабы не любят две суккунированные согласные подряд, да, то есть они такого сочетания, ну, как бы, не признают до конца, да, то есть для того, чтобы они не встречались, они их как-то разделяют. И в этом случае они будут разделять огласовкой. И огласовка в таких случаях выбирается касра. То есть будет после нун, которая из танвина, это нун будет произноситься с касрой. Это если мы будем говорить о том, как читаются эти предложения. Теперь хотела обратить ваше внимание на первое предложение, оно начинается, я вам уже сказала, с существительного, второе же предложение начинается с глагола. И на самом деле в арабском языке у нас по одной из классификаций предложения делятся на именные предложения, то есть те, которые начинаются с имени. Имя существительное, имя числительное, это может быть местоимение тоже, как имя, да, то есть в арабском языке понятие имя, оно такое широкое, которое вмещает в себя много разных категорий имен. То есть может предложение начинаться с имени, как в первом ассу-ху-фу, и может предложение начинаться с глагола. Это будет глагольное предложение еш-рабу. То есть мы видим именное и глагольное предложение. И каждый из этих предложений имеет свои главные члены предложения, то есть они различаются. Для именного предложения это будет муптеда и хабар. То есть как бы муптеда – это то, про что мы говорим, и хабар – то, о чем, что нового, что мы известили, что мы нового сказали о вот этом имени, которое у нас является муптеда, да, в основе. То есть такое, можно сказать, сказуемое, да, оно может быть выражено именно именем сказуемым, да, или еще что-то. И даже целым предложением. Это отдельная тема, да. То есть главное сейчас понять, что есть вот возможность начать с имени и начать с глагола, да, и то, и другое допустимо в арабском языке. При этом будет структура или там разбор этого предложения отличаться, но тем не менее это допустимо. Вернемся к первому предложению. Ассухуфу аля араффиль мактебати. Еще такой момент, что вот это муптеда, которое, как бы то, о чем мы говорим в именном предложении, и, как правило, мы с него начинаем, не всегда, но в основе, да, как правило, так, оно у нас зачастую имеет это слово «даму» сверху. Почему? Потому что для имен, да, для категории имен в арабском языке существует три положения. То есть мы их можем сказать как три падежа. А в русском языке этих падежей намного больше, да, соответственно, какие-то они будут совпадать или что-то отличаться. Признаком именительного падежа, как бы, да, то, что, как правило, это и в предложениях совпадает, это главные члены предложения приходят, это называется «арлафа» в арабском языке. Признаком, основным признаком, потому что есть и другие, является «дамма». И мы, как правило, если вы вернётесь к предыдущим предложениям, вот пройдёте по ним, вот эти главные члены предложения, вы увидите, как правило, приходят с «даммой». То есть газеты, мы говорим про газеты. И также во втором предложении, которое глагольное, но тем не менее главный член предложения, имя главное, да, мы видим тоже «халидун», да, «дамма», он здесь, правда, в Танвине, но всё равно эта «дамма» показывает, что это падеж, да, «арлафа» и признак его «дамма». Поэтому газеты, потом «ассохофу», мы видим ещё предлог «аля». Опять же, вернёмся к тому, что имя бывает в трёх положениях. Я вам сказала «ассохофу», «арлафа», то есть это главные члены предложения, как правило, вот так вот, они будут в «арлафа». И также мы встречали с вами второе, уже неоднократно в предыдущих предложениях, и второе – это «аннасаб». И вот во втором предложении я вам говорила, что когда действие глагола падает на какой-то там предмет или лицо, то, как правило, мы видим в конце «фатху». Да, и так как действие падает или на лицо, а это обычно имя какое-то, да, ну или там имеется в виду, может, имя существительное, да, или, ну, то есть, или, может, личное имя или ещё что-то, да, то есть или предмет какой-то, да, и как здесь мы видим «ал-асыра». То есть это проявляется падежом уже «аннасаб», и часто используют, ну, так как бы примерно переводя, говорят, что это как винительный падеж, да. Ну, как я вам уже сказала, в арабском языке только три падежа для имени, соответственно, другие падежи, они будут уже вот в эти три вмещаться, да, поэтому они не всегда сто процентов совпадают вот этим объяснением что-то винительное, да, это может быть и другой какой-то падеж, ну, если мы говорим при переводе на русский язык. Итак, мы видим, что имя бывает «асухуфу» в «рафа», и это будет положение «иметь дамму», или бывает «ал-асыра» в «насбе», то есть то, что говорят как винительный, и «иметь фатху», но это основные его признаки. Есть ещё другие признаки в других там словах, но вот это основа, да, то есть «дамма» в именительном как бы падеже, в винительном и в тех функциях, которые приходят в арабском языке, да, с «фатхой», и ещё третье — это «аль-джар», да, или «хавн», признаков которого является «касра», да, то есть у нас «дамма», «фатха» и «касра» — огласовки, и вот как раз они задействованы, то есть «дамма», я уже вам сказала, когда главный член, да, в основном предложение, «фатха» — это вот в прямых дополнениях в основном, и там ещё много других слов, но это уже такие второстепенные члены предложения, мы пока их не берём, и «джар», то есть третье положение, это признаком этих слов будет «касра», и когда они приходят. У нас «джар» в нескольких только случаях приходит. Во-первых, это после предлогов, требующих такой падеж, да, то есть его ещё на русский можно увидеть, в каких-то учебниках говорят, как «родительный падеж», но это примерное, да, то есть я вам сказала, потому что получается именительный, винительный, родительный, а где все остальные, ну, они входят в эти падежи, да, то есть они входят ещё в эти падежи. Поэтому имейте это в виду. И после таких предлогов у нас, которые требуют вот этот падеж, приходят слова в положении «джар» с признаком «касра». Основной опять же признак — это «касра». И мы уже неоднократно видели, да, там «фи», например, и здесь мы видим «Аля», может быть «Иля», да, то есть вот эти предлоги, они требуют после себя имя в родительном падеже. Опять же, вы пересмотрите ещё предыдущие, теперь уже слова, да, то есть у вас уже слова есть, какие-то предложения вы уже… И теперь более осознанно посмотрите, ага, тут был предлог, и вот после него и слово «скаср» «скаср» тут был предлог, и после него слово «скаср» и вы уже понимаете, почему, да, то есть вот этот предлог, после него требуется такое слово, то есть он как бы действует. Например, здесь «на полке», да, и вот это «рафи», не говорим «Аля рафу» или «рафа», а «Аля» требует «рафи», то есть здесь мы видим вот эту «касру», почему? Потому что приходит после предлога. И второе ещё, когда приходит у нас это положение, это в «Идафи». И вот слово «Аль-Мактеба-Ти» это «Мудафи-Лей», это тоже одно из положений, когда приходит слово в этом падеже. Да, бывают ещё другие положения, когда слово может наследовать предшествующее слово в категориях, но пока мы только взяли определение из них. Так вот, да, то есть в основе сейчас вам важно понять, что после предлога вот такие падежи и в принципе какие падежи бывают, и вот эти положения у имён. Вот. Слова вам следует выписать, правила себе также выписать. обязательно просмотреть уже с вот этой позиции, которую сегодня я вам сказала, все предыдущие слова и предложения. Да, посмотрите ещё раз на них уже, зная вот то, что я вам сегодня сказала с грамматической позиции. Да, с грамматической позиции, на этом закончим наш небольшой урок. Прочитаю только вам предложение, чтобы вы легко их смогли повторить. Повторяйте, прописывайте, спрашивайте. Да, спрашивайте обязательно под видео, таким образом я буду видеть, возможно, что-то вам неясно, непонятно, на что обратить внимание в следующих видео. Баракаллаху фейкум. С вами была Умм Малик. Не забывайте делиться благими знаниями. Встретимся, иншааллах, на следующем уроке. Ас-саляму алейкум. Ва рахматуллахи. Ва баракату.